Переходим к другой теме. За начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз выступает абсолютное большинство стран-членов Блока, несмотря на противодействие со стороны некоторых членов ЕС. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на совместной с нидерландским коллегой пресс-конференции в Киеве. Да, и, кстати, чиновник ожидает на саммите 14-15 декабря принятия исторического решения о начале переговоров относительно членства с Украиной, поскольку в Евросоюзе имеется абсолютное большинство, которые их поддерживают. Это и другие темы. Обсудим с советником директора Национального института стратегических исследований Андреем Веселовским, который присоединяется к нашему эфиру. Андрей Иванович, рады приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Иванович, почему сам процесс начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз так затягивается? Процесс не затягивается, а усложняется, я бы уточнил. Все идет вроде как по графику. Сначала встречаются послы стран Европейского Союза в Брюсселе. Потом, после их решения, это решение просматривают и уточняют министры. А потом, в конце концов, если министры его поддержат, то это будут главы государств, которые соберутся на Европейском Совете 14-15 декабря. Послы уже начали встречаться. И послы высказывают поддержку такому решению о начале переговоров Украины с Европейским Союзом. А также, как и Молдовы, кстати. И лучше бы нам всегда помнить, что мы идем вместе с Молдовой, потому что у нас где-то похожие обстоятельства и похожий темп и подготовка. Но послы пока не могут это согласовать, потому что представитель Венгрии говорит, что его страна не будет поддерживать это решение. Его не то что уговаривают, ему приводят определенные аргументы, он с этими аргументами не соглашается. С этими аргументами публично также не соглашается и министр иностранных дел Венгрии Сиарто. Петер Сиарто, который имеет свои еще более резкие аргументы. И с ними не соглашается и премьер-министр Венгрии. Господин Орбан, который в жесткой манере и иногда с применением ругательных слов говорит, что его страна не будет поддерживать начало переговоров с Украиной. Для того, чтобы подкрепить свою позицию, так сказать, всенародной поддержкой, он указал своей партии, которая имеет подавляющее большинство в венгерском парламенте, принять соответствующую резолюцию, чем они сейчас и занимаются. Таким образом, к этому еще надо добавить, что неделю назад в Венгрии по предложению, опять-таки, премьер-министра был проведен так называемый референдум. Ну, неизвестно, сколько в нем взяло людей участие и неизвестно, сколько из них поддержало, но официальная позиция, что поддержали все в этом референдуме, был вопрос, хотите ли вы, чтобы Украина стала членом Европейского Союза и таким образом ухудшила жизнь венгерских граждан. То есть приблизительно в этом духе был сформулирован вопрос. Но ответ, в общем-то, понятен. Что происходит? Происходит, так сказать, последовательный, этап за этапом, на протяжении последних нескольких месяцев, ужесточение позиций венгрии по отношению к возможному членству Украины в Европейском Союзе. Причем пугают всех и в Венгрии, и вокруг тем, что вот Украина таким-то и таким-то образом ухудшит и Европейский Союз, и жизнь венгеров в частности. Ну, естественно, не упоминают при этом, что сейчас начинается переговорный процесс. Только вот когда он закончится, тогда, и то, что если он закончится положительно, тогда Украина действительно каким-то образом начнет влиять на Европейский Союз и на жизнь граждан в нем. То есть на лицо очевидная манипуляция, манипуляция жесткая, грязная, но пока на сегодняшнем этапе манипуляция действует. Андрей Иванович, по поводу Венгрии. Зеленский и премьер Венгрии Орбан могут провести встречу. Об этом заявила глава офисопрезидента Ермак по итогам телефонного разговора с главой венгерского МИДа Сиарто. Как думаете, действительно ли эта встреча может состояться в первую очередь, ну и уже тогда сможет ли Зеленский переубедить Орбана? И о чем вообще говорит о том, что эта встреча, они уже начали говорить, как минимум, официальные лица? Это не первое сообщение о том, что они могут встретиться. А не более того, они уже встречались, правда, коротко, пожали друг другу руки, посмотрели друг на друга очень сурово. И на этом встрече, в общем-то, завершилось. Это было там месяца тому назад. Дело в том, что Орбан несколько раз получал приглашение от главы нашего государства посетить Киев. Он от него отказывался под разными блогами. Посетить Будапешт президенту Зеленскому не предлагали. Так же, как и в последнее время и министра иностранных дел Украины туда тоже не приглашают. Тот факт, что состоялся диалог господина Ермака и господина Сиарто, очень положительный. Он говорит о том, что Сиарто хоть кого-то хочет выслушать. Нашего министра Кулебу он выслушивать уже не желает. И он говорит о том, что, в общем, украинская сторона прилагает всем возможные усилия для того, чтобы состоялось изменение позиций Венгрии, скажем так. Кроме того, мы знаем, что сегодня вечером премьер Орбан улетел в Париж, где он будет ужинать с президентом Макроном, который тоже его будет угощать сладкими словами, в первую очередь, о том, что нужно Украине не мешать и позицию на Европейском Совете надо изменить. Поможет ли это, неизвестно. Французские журналисты иронизируют по этому поводу. В свое время вспоминают, как Макрон летал в Вашингтон и уговаривал Трампа не вести такую жесткую политику по отношению к Европе. Ничего не получилось. Потом он летал в Москву и уговаривал президента Путина не нападать на Украину и быть благоразумным. Тоже ничего не получилось. И вот они говорят, ну ладно, посмотрим, какой результат будет у Макрона в этот раз. Может быть, он, потому что он не полетел, а у себя будет принимать гостя. Может быть, ему что-то удастся. Очень неприятная, конечно, история, что после многих месяцев стараний, как принятия соответствующего законодательства, так и некоторых, скажем, управленческих решений, Украина во многом, на 70-80% по разным оценкам, некоторые говорят и о 90%, выполнила те условия, которые требуются для того, чтобы начался процесс переговоров. И должен он начаться в марте следующего года. И очень было бы неприятно, если бы это решение в Брюсселе через неделю с небольшим было не принято. Это во многом бы дестабилизировало ситуацию в Европейском Союзе и, естественно, послало бы очень хороший сигнал и украинским гражданам. В пользу того, что все может измениться, говорит тот факт, что Венгрия в значительной мере связывает результат своей позиции, свое будущее голосование с двумя факторами. Один из них – это деньги. В общем-то, фактор очень существенный. А второй из них – это фактор Боснии-Делцеговина. Венгрия хочет, чтобы это государство получило статус кандидата в член Европейского Союза. Мы знаем, что Босния-Делцеговина – очень нестабильное и нефункционирующее государство, но именно такие ей нужны Венгрии в Европейском Союзе. Ей нужны или зависимые от нее, или нестабильные, плохо разбирающиеся в международной политике, или недостаточно крепкие в этой международной политике. Вот в последнее время мы видим влияние Венгрии на Словакию, которая тоже стала жестче относиться к интересам Украины. Тут будет Боснии-Делцеговина. Знаем все про дружбу, крепкую дружбу венгерского руководства и руководителей Сербии. Тоже, кстати, такие, скажем так, полудрузья Российской Федерации и президента Путина. Таким образом, Венгрии хочет создать себе такой кружок, скажем, ненавистников нормальной прогнозируемой европейской политики и европейского единства. Потому что, когда единства нету, то можно то одного уговорить, то другого подставить, то с этим как-то чем-то его купить. И таким образом иметь дивиденды и не платить по счетам. Я не случайно говорю не платить по счетам. Венгрия задолжала даже за вакцины, которые она использовала во время эпидемии ковида. И теперь не хочет платить. Ну, в общем-то, я не хочу демонизировать Венгрию. Президент, премьер-министр Орбан, он ведет политику, направленную на то, чтобы его поддерживала масса избирателей. И при этом он использует все методы. Ну вот, например, не приближается Украина к Европейскому Союзу. Значит, украинский сельскохозяйственный рынок не угрожает венгерским интересам. Значит, венгерские избиратели это услышат и скажут, да, зачем нам Украина? Идет о том, что при этом забывают, что если Украина не будет в Европейском Союзе, или если, скажем, та же Сербия или другое государство не будет в Европейском Союзе, или Молдова, где они будут? Они будут в серой зоне. Они будут в серой зоне, где будет властвовать Российская Федерация. И, в общем-то, безопасность в Венгрии от этого не увеличится, а уменьшится. Но сегодня, премьеру Орбану, это все равно. Это где-то далеко. Это может быть будет, может не будет. А вот купить своих избирателей такими фокусами он сможет. Поэтому сложный вариант. Будем надеяться на мастерство господина Макрона, его повара и, возможно, и влияние каких-то других факторов. Мы не знаем. Может быть, у Макрона есть секретное оружие, которое он не использовал ни против Путина, ни против Трампа. И берег для Виктора Орбана. Сила убеждения, возможно. В любом случае, по-разному можно относиться к происходящему. Назовем это еще одним вызовом на пути к евроинтеграции Украины. Андрей Иванович, спасибо большое. Спасибо за то, что дали оценку ситуации. Андрей Веселовский, советник директора Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Продолжение следует...